Друзья, всем огромный привет! Когда у меня мало времени, хочется приготовить что-нибудь вкусненькое и по-быстрому, я готовлю ленивую пиццу. Беру вчерашний батон, сыр, сосиски, можно взять любую колбасу, майонез, сливочное масло, зелень, репчатый лук, помидоры, болгарский перчик и начинаем готовить. Когда мы готовим ленивую пиццу, продукты должны быть хорошего качества. Если у вас сосиски или колбаса, чтобы она была вкусная, тогда и пицца наша получится вкусной. Кстати, сосиски или колбасу можете использовать копченую, колбасу вареную, а можно куриную грудку. Думала, что такое приготовить, а потом решила, все-таки болгарский перец у меня есть, он разноцветный и зелень, и помидоры красные, сладкие. Думаю, надо приготовить пиццу ленивую. Она будет у нас не только вкусная, но и красивая. Перекладываю помидоры. Друзья, но вот сок мне от помидор не нужен. Кто-то в пиццу лук вообще не добавляет, но я лук добавляю. Почему? Потому что лук придает блюду свой неповторимый вкус. Любому. Лук. Майонез. Все хорошо перемешиваю, и начинка для пиццы готова. Друзья, обратите внимание, какая красота. Помидоры придадут нашей начинке сочность и сладость, и болгарский перчик, зелень, лучок. В общем, вкусно. Друзья, будет вкусно. Батон. Снизу смазываю сливочным маслом. Переворачиваю. Укладываю начинку. И сверху еще буду посыпать сыром. Вот когда мы батончик снизу смазываем сливочным маслом, в процессе приготовления снизу образуется такая корочка красивая. Так что самое то. Если есть желание, вы можете начинку подсолить. Но я не стала. Почему? Колбаса, вот у меня сосиски в данном случае соленые, майонез соленый, но и сыр мы сверху будем посыпать, он тоже соленый. И зачем мне здесь соль? Лишняя соль мне не нужна. Так что я не буду солить. Первый разнос у нас готов. А теперь беру и посыпаю сырком. И будем отправлять в духовку. Духовку я включила уже разогреваться на 180 градусов. У меня много и батона, и начинки буду готовить в две партии. Готово. Ставлю в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 20. Поджарим немного вот эту красоту. Первая партия приготовилась. Достаю. У меня было два батона. Вот столько у меня получилось с пиццей. Одна тарелочка и другая. Давайте попробуем. Вот обратите внимание, пицца хорошо прожарилась со всех сторон. Попробуем. Я кушаю и чувствую снизу такая хрустящая корочка и аромат сливочного масла. Начинка поверх сыр. Друзья, вот этот рецепт для тех, кто не работает с тестом. Берете вчерашний батон, нарезаете, смазываете снизу сливочным маслом, укладываете начинку, поверх сырком посыпаете и в духовку на 20 минут. В общем, это незаменимый завтрак или можно перекус взять на работу, деткам в школу, к супчику подать. В общем, супер. Готовьте вместе с Еленой. Всем удачи, пока. Ну а мы будем кушать. У нас в центральной части России сегодня тепло и солнце светит. Наверное, пришло в октябре месяц и бабья лето. Ну а что, друзья, бывает? У природы нет плохой погоды. Пока. До следующего видео. Ну а мы вот покушаем вот такие вкусные или бутерброды, или мини-пицца. Называйте, как хотите. Или ленивая пицца. В общем, ну это вкусно. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok